Эд Макбейн. До самой смерти. Посвящается Марджей и Фреду. Действующие лица. Анджела Карелла. Прелестная невеста, которая, возможно, танцевала бы не столь весело и беззаботно. Знай она, что кто-то хочет сделать ее вдовой в день свадьбы. Томми Джорданов. Застенчивый жених, находящийся во власти предсвадебного волнения. Пока присланная ему в дар неизвестным самка ядовитого черного паука не сплела в его душе липкую паутину подозрений. Детектив Стив Карелла. Брат Анджелы. Гордость 87-го полицейского участка. Всегда ненавидел преступления, но теперь он был особенно взбешен. Под угрозой было счастье его сестры и ее избранника Томми в самый день их венчания. Тедди Карелла. Темноволосая красавица, жена Стива, была глухонемой, но интуитивна, и она почувствовала, что новобрачным угрожает опасность. Марти Соколин. Озлобленный ветеран войны в Корее. Полон маниакальной решимости осуществить задуманное даже в том случае, если его единственной наградой за это будет камера смертников. Детектив Мэйер Мэйер. Полицейский, который претерпел за свою жизнь множество насмешек из-за своих имени и фамилии, больше похожих на дурацкое прозвище, но еще не настолько очерствел к людям, чтобы не отозваться на просьбу друга о помощи. Детектив Боб Абрайан. Полицейский, с которым боялись дежурить все его коллеги из-за того, что он без всякой на то своей вины то и дело попадал в перестрелки и, защищаясь, вынужден был убить уже семь человек. Всей душой молился о том, чтобы не добавить к этому списку восьмое имя и тем самым еще больше не отяготить свою и без того терзаемую угрызениями совесть. Детектив Коттон Хейс. Самый красивый мужчина в восемьдесят седьмом участке, прибыл на свадьбу инкогнито в качестве телохранителя, но оказался вынужденным вступить в схватку с блондинкой, обладавшей такой потрясающей фигурой, соблазнительнее которой он никогда не встречал. Кристин Максуэлл. Кокетливая, веселая вдова, предвкушавшая, что прогулка по саду с пылким поклонником закончится страстным поцелуем, но расчетом ее не суждено было сбыться. Джозеф Бирнбаум. Добрый друг и сосед Антонио Кареллы, беспечно подогревавший свои чувства шампанским до тех пор, пока их разом не остудили. Бен Дарси. Бывший поклонник невесты, живший по соседству и знавший ее с детских лет, отчаянно пытался разжечь в ней воображаемое пламя прежней страсти, но явно использовал не тот вид топлива. Сэм Джоунс. Дружка жениха и единственный наследник его имущества по завещанию, весьма подозрительный и с выгодой для себя исчезнувший как раз тогда, когда начались неприятности. Уна Блейк. Блондинка, которая одним видом своей роскошной фигуры была способна свести с ума любого мужчину. На тот же случай, когда это не срабатывало, у нее всегда оставался в запасе еще и сокрушительный удар левой. Глава первая Стив Карелло зажмурился от яркого солнца, разбудившего его ранним воскресным утром, чертыхнулся. Он не закрыл с вечера жалюзи и перевернулся на левый бок. Но солнечные лучи неумолимо следовали за ним, расчерчивая решеткой черных и золотистых полос белую простыню. Прямо как камера предварительного заключения в восемьдесят седьмом участке, подумал он. Бог ты мой, не постель, а тюрьма. Но нет, это не честно, — сказал он себе. И потом это скоро кончится. Ну, Тедди, давай же, черт возьми, торопись. Он приподнялся на локте и посмотрел на спящую жену. Тедди, Теодора, — подумал он с нежностью. А ведь я всегда называл тебя малышка, Теодора. Как ты переменилась, моя любимая? Он изучал ее лицо, обрамленное короткими черными прядями, беззаботно разметавшимися по белоснежной подушке. Глаза, оттененные густыми длинными черными ресницами, были закрыты. На полных губах схвозила еле заметная улыбка. Линия, очерчивавшая шею и приходившая в грудь, прикрытую простыней, была безупречна. И только потом начиналась гора. — Правда, дорогая, ты действительно стала похожа на гору. Просто поразительно, как ты напоминаешь гору. Очень красивую гору, разумеется, но все же гору. Как бы я хотел быть альпинистом. Я бы хотел, милая, ох, как бы я хотел быть к тебе поближе. Сколько уже прошло. — А ну, кончай, Стив. Кончай — это потому, что такие бредовые мечтания еще никому не приносили ни малейшего облегчения. А уж тебе и тем более, Стив Карелло, всем известный евнух. Так, — размышлял он, — ребенок должен родиться в конце месяца. Боже мой, да ведь это на следующей неделе. Неужели уже конец июня? Ну и ну, как летит время, когда в постели нечем заняться, кроме сна. — Интересно, кто родится? — Мальчик. Впрочем, девочка тоже неплохо. Но уж папаша тогда, конечно, поднимет крик. Он, наверное, решит, что это позор для всей Италии, если у его единственного сына, Стива, родится первенец девочка. Как мы хотели их назвать? Если будет мальчик, то Марк, а девочку Эйприл. — Папаша, конечно, из-за имен тоже раскричится. Он, наверное, уже заготовил что-нибудь вроде Рудольфа или Серафины. — Стефана Луиджи Карелло, это я, и премного тебе благодарен за это, папуля. — Сегодня свадьба, — вспомнил он вдруг. — Ну и хорош же я, старший братец, просто последний эгоист, только о себе и думаю, хотя моя младшая сестренка должна вот-вот сделать решающий шаг. Впрочем, если я хоть чуть-чуть знаю Анжелу, она сегодня тоже вряд ли о чем-нибудь другом думает, кроме своего либидо, так что мы квиты. Телефон дал о себе знать так неожиданно, что в первое мгновение Стив даже вздрогнул и испуганно оглянулся на Тедди, не проснулась ли она, но тут же опомнился, ведь жена была глухонемой, и этот недостаток, к счастью, защищал ее от таких докучливых благ цивилизации, как телефонный звонок ранним утром. — Иду, иду, — сказал он продолжавшему трезвонить аппарату, и рывком сбросил с кровати длинные ноги. Он был высокого роста и сложен прекрасно, широкий в плечах с узкими бедрами. Сейчас он был обнажен до пояса, пижамные брюки тесно облегали гладкий твердый живот. С небрежной грацией атлета, легко ступая босыми ногами, он подошел к телефону и снял трубку, втайне надеясь, что звонят не из участка. С его матерью будет истерика, если он не придет на свадьбу. — Алло, — сказал он. — Стив? — Да, кто это? — Это Томми. Я не разбудил тебя. — Нет-нет, я уже не спал. Он помолчал. — Ну и как чувствует себя жених в день свадьбы? — Я... Стив, меня кое-что тревожит. — Хо-хо, — сказал Карелло. — Уж не собираешься ли ты сбежать из-под венца и оставить мою сестричку с носом? — Нет-нет, что ты, Стив, ты не мог бы ко мне приехать. — Ты имеешь в виду заехать за тобой перед церковью? — Нет, я имею в виду сейчас. — Сейчас? Карелло помолчал. На лбу его прорезалась вертикальная морщина. За годы службы в полицейском участке он слышал встревоженные голоса по телефону много раз, и поначалу он приписал некоторые странные интонации голоса Томми вполне понятному волнению жениха перед свадьбой. Но теперь он подумал, что здесь было нечто еще. — Что такое? — спросил он. — Что произошло? — Я... Я не хочу говорить об этом по телефону. Ты можешь приехать? — Я выезжаю, только оденусь. — Спасибо, Стив. Карелло положил трубку и с минуту в задумчивости смотрел на нее. Потом повернулся и пошел в ванную. Вернувшись в спальню, он закрыл жалюзи, чтобы солнечный свет не беспокоил Теги. Оделся, написал ей записку и положил на постель, прислонив ее к своей подушке. Потом с истосковавшейся нежностью осторожно погладил жену по груди. Вздохнул и вышел. Она так и не проснулась, когда он осторожно прикрыл за собой дверь квартиры. Томми Джордана жил один в собственном доме в пригороде Риверхед, менее чем в трех милях от дома Кареллы. Он был ветераном Корейской войны, с которым судьба сыграла мрачную шутку, когда он был за границей. В те годы каждая американская семья, у которой кто-либо из родственников служил в армии, с тревогой думала об утопавших в дорожной грязи и гибнувших под вражескими пулями солдатах, а каждый воин, оставивший дома близких, с напряжением ожидал атак корейской кавалерии, сопровождавшихся оглушительным грохотом барабанов и пронзительным ревом к труп. И вряд ли кому из них пришло бы в голову, что обычная повседневная жизнь в Соединенных Штатах тоже таит в себе смертельную опасность. Томми пришлось узнать об этом с потрясшей его внезапностью. Как-то в холодный дождливый день его вызвали к капитану. Когда он вошел в заляпанную грязью командирскую палатку, капитан сообщил ему, так мягко, как только мог, что его родители погибли в автомобильной катастрофе, и поэтому его отправляют самолетом в Америку, чтобы он успел на похороны. Томми был единственным ребенком в семье. Он прилетел домой только для того, чтобы увидеть, как земля приняла тела двух самых дорогих его сердцу людей. Потом его армейским самолетом отправили обратно в Корею. Он оставался угрюмым и замкнутым до конца войны. Когда его, наконец, демобилизовали, он вернулся в дом, унаследованный им от родителей. Его единственным другом был парнишка, которого он знал с детства. А потом... А потом он встретил Анжелу. Однажды вечером, обнимая на прощание Анжелу, он вдруг разрыдался, дав волю безудержным слезам, которые душил в себе столько лет. После этого он снова стал самим собой. Теперь он был прежним Томми Джорданом, обаятельным 27-летним парнем со славной мордашкой и обезоруживающей улыбкой. Он открыл дверь в тот же миг, как Карелло позвонил, словно все это время стоял за дверью, ожидая звонка. — Вот здорово, Стив! — обрадовался он. — Как я рад, что ты пришел! — Заходи, хочешь выпить чего-нибудь? — В девять утра? — спросил Карелло. — А что, только девять? — Фу ты, я, наверное, вытащил тебя из постели. Извини, Стив. Я бы не хотел доставлять тебе хлопоты. Да вот пришлось. Повезло тебе с родственничком. — Зачем ты звонил, Томми? — Садись, Стив. Будешь кофе? Ты завтракал? — Ну что ж, кофе могу выпить. — Отлично. Я приготовлю тосты. Знаешь, мне чертовски жаль, что я тебя разбудил. Сам впровертелся всю ночь сбоку на бок, и, по-моему, до меня просто не дошло, что еще так рано. Черт подери все эти женитьбы. Гиблое дело. По мне так, клянусь богом, лучший минометный обстрел. — Ты звонил, чтобы сказать это? — Нет, тут другое дело. По правде говоря, Стив, мне что-то тревожно. Не за себя, а за Анжелу. Я хочу сказать, что не могу понять, в чем тут дело. — Какое дело? — Ну, я тебе начал говорить. — Слушай, давай пройдем на кухню, чтобы я мог приготовить кофе. Ты не против? — Разумеется. Они прошли в кухню. Крыл сел за стол и закурил сигарету. Томми засыпал порцию кофе в кофейник. — Я не мог уснуть всю ночь, — начал Томми. Все думал о нашем медовом месяце, как мы останемся одни. Что, черт возьми, я делаю, Стив? Я хочу сказать, я знаю, что она твоя сестра и все такое. Но что же я делаю? Как я начинаю? Я люблю эту девушку. И понимаешь, я не хочу причинить ей неприятности или что-нибудь в этом роде. — Ты не причинишь. Просто расслабься, Томми. Просто помни о том, что ты любишь ее, что ты женишься на ней и что вы будете вместе до конца жизни. — Черт, сказать тебе правду, Стив. Меня это даже пугает. — А ты не поддавайся, — Карелло помолчал. У Адама и Евы не было никаких письменных инструкций, Томми. И, как видишь, они без них обошлись. — Ну да, хотелось бы надеяться. Конечно, я надеюсь, что так и будет. Но просто я не знаю, как, черт возьми, ей объяснить, что я чувствую. Его лицо исказилось от боли, и Карелле на какой-то миг стало смешно. — Может быть, тебе и не придется ничего объяснять, — сказал он. — Может, она сама во всем догадается. — Господи, хоть бы так оно и было. Томми поставил кофе на плиту и затем вложил два ломтика хлеба в тостер. — В общем, спасибо, Стив, но я тебя позвал не за этим. Тут есть еще одно дело. — Какое? — Я говорил тебе, что не мог уснуть всю ночь. Ну, встал, думаю, несколько рановато, и пошел забрать молоко. Его оставляют прямо у дверей. Вначале, когда я вернулся из армии, я сам ходил за ним в магазин каждое утро. Но теперь мне его доставляют на дом. Это немножко дороже, но... Короче, Томми. — Ага. Ну, я наклонился за молоком и тут заметил коробочку. Она лежала прямо у двери. Маленькая, совсем крошечная. Вроде таких, в которых присылают кольца, понимаешь? Ну, я поднял ее и увидел записку. — Что говорилось в записке? — спросил Карелло. — Я покажу ее тебе. Я занес молоко и пошел с коробочкой в спальню. Она была очень красиво упакована. Стив, шикарная бумага, большой бант, и в бант вставлена записка. Я понятия не имел, кто мог прислать ее. Я подумал, может, это шутка. Ну, кто-нибудь из ребят, понимаешь? Ты открыл ее? — Да. Что в ней было? — Сейчас сам увидишь, Стив. Томми прошел куда-то в глубину дома. Издалека до Кареллы донесся звук выдвигаемого ящика. — Вот она, — сказал Томми, вернувшись на кухню и протягивая Карелле маленькую прямоугольную карточку, на которой от руки было написано «Для жениха». Карелла внимательно осмотрел ее. — А коробка? — спросил он. — Вот. Томми протянул ему небольшую коробочку. Карелла осторожно приоткрыл ее и тут же с отвращением захлопнул. В углу коробки, сжавшись, сидел черный, так называемый, вдовий паук. Глава вторая С тем же брезгливым отвращением, которое возникло на его лице при виде паука, Карелла торопливо поставил коробку на кухонный стол подальше от себя. — Да, — произнес Томми, — вот то же самое и я почувствовал, когда его увидел. — Ты мог хотя бы предупредить меня, что в коробке, — укоризненно сказал Карелла, начиная думать, что у его будущего зятя обнаруживаются садистские наклонности. Он всю жизнь терпеть не мог пауков. Во время войны, когда его часть размещалась на одном из Тихоокеанских островов, он сражался с кишевшими в джунглях паукообразными так же яростно, как с японцами. — Так ты думаешь, что это кто-то из ребят сыграл с тобой шутку? — скептически спросил Карелла. — Я так думал, пока не открыл коробку, а теперь и не знаю, что думать. — Надо иметь довольно странное чувство юмора, чтобы подарить кому-нибудь черного вдовьего паука. Господи, боже мой, до любого паука! — Ну, где твой кофе? — Сейчас будет. — Теперь мне действительно не обойтись без чашечки кофе. Пауки на меня действуют своеобразно. У меня от них пересыхает во рту, и все тело начинает чесаться. — У меня только чешется, — сказал Томми. — Когда я проходил строевую в Техасе, нам приходилось каждое утро вытряхивать ботинки, перед тем, как надеть их, чтобы убедиться, что в них не заползла какая-нибудь нечисть. — Перестань! — взмолился Карелла. — Ага, у тебя от этого мурашки, да? — У тебя есть кто-нибудь из друзей с необычным чувством юмора? Он с трудом проглотил комок в горле. Казалось, во рту у него совсем нет слюны. — Ну, знаю кое-кого с абзиком, — сказал Томми. — Но тебе не кажется, что это немножко не в ту степь? Я имею в виду, что это слегка перебор. — Перебор, — задумчиво произнес Карелла. — Как там кофе? — Еще минуту. — Конечно, это может оказаться шуткой, кто знает, — продолжал Карелла. — Такой диковатое свадебной шуткой. В конце концов, паук — это классический символ. — Чего? — Влагалище, — сказал Карелла. Томми покраснел. Пунцовая краска, начиная от шеи, быстро разлилась по его лицу. Если бы Карелла не видел этого собственными глазами, он бы ни за что не поверил, что взрослый мужчина может так краснеть. Он попытался сгладить неловкость. А может быть, это убогий каламбур по поводу женитьбы вообще? Ну, ты понимаешь. Считается, что черная паучиха съедает своего супруга. Томми снова покраснел, и Карелла понял, что с новоиспеченным женихом трудно найти безопасную тему для разговора. Кроме того, у него чесалось тело. И в горле все пересохло. И никакому будущему зятью никто, черт возьми, не давал права приставать к человеку с пауками ранним утром, особенно в воскресенье. — Ну и, конечно, — продолжал Карелла, — при желании можно сделать и еще более мрачные предположения. — Да, — пробормотал Томми. Он снял кофейник с плиты и разлил кофе по чашкам. — Шутки шутками, но, положим, я сунулся бы туда, и эта тварь укусила меня. Ведь черная вдова ядовита. — А, положим, я сунулся бы туда, — спросил Карелла. — Я бы не дал тебе, не беспокойся. Но я-то открывал ее, когда тут никого не было. Она вполне могла меня укусить. — Не думаю, чтобы ты от этого умер. — Да, но скрутить меня могло бы здорово. — Может быть, кто-то хочет, чтобы ты не попал на собственную свадьбу, — предположил Карелла. — Я уже думал об этом, и я еще кое о чем подумал. — О чем же? — Для чего нужно посылать черную вдову? — Вдову ты улавливаешь. — Это все равно, что, ну, сказать, что Анжела в один и тот же день может оказаться и невестой, и вдовой. — Ты рассуждаешь как человек, у которого много врагов, Томми. — Нет, но я подумал, может, это намек. — Предупреждение, ты хочешь сказать? — Да, и я все ломал себе голову с той минуты, как получил эту коробку. Кто бы, кто бы мог желать моей смерти? — Ну и на ком же ты остановился? — Всего на одном парне, да и тот находится сейчас за три тысячи миль отсюда. — Кто это? — Мы вместе служили. Он сказал, что из-за меня застрелили его дружка. Но я не был виноват, Стив. Мы были с его другом в карауле, и тут начал стрелять снайпер. Я, как только услышал выстрел, сразу же пригнулся, а этого парня зацепило. Ну и его дружок сказал, что это из-за меня. Мол, я должен был заорать, что стреляют. А когда я, черт возьми, мог успеть заорать? Я же не знал об этом, пока не услышал выстрел. Но потом было уже поздно. — Этого парня убило? Томми заколебался. — Да, — выговорил он наконец. — И его дружок угрожал тебе? — Он сказал, что когда-нибудь убьет меня. — Что было после этого? — Его отправили домой. Он то ли обморозился, то ли еще что-то, я не знаю. Он живет в Калифорнии. — После этого он как-нибудь давал о себе знать? — Нет. Он был похож на человека, который способен прислать паука. — Я не очень-то хорошо его знал. Судя по тому, что я о нем знаю, он был похож на человека, который ест пауков на завтрак. — Карелло чуть не подавился своим кофе. Он поставил чашку и сказал. — Томми, я хочу дать тебе один совет. Анжела очень чувствительная девушка. Я думаю, что это у нас семейная. И если только ты сам не стремишься поскорее развестись, я бы не стал обсуждать с ней никаких мохнатых, ползающих или... — Извини, Стив, — сказал Томми. — Окей. Как звали этого парня, который угрожал тебе? — Соколин. Марти Соколин. У тебя есть его фотография? — Нет. На что мне сдалась его фотография? — Вы служили в одной роте? — Да. — У тебя нет такого группового фото всей роты, где каждый улыбается, а в душе думает, как бы смыться из армии? — Нет. — Ты можешь описать его. Такой здоровенный детина с накачанными мускулами и сломанным носом, как у боксера. Черные волосы, очень темные глаза. Небольшой шрам возле правого глаза. Всегда с сигарой во рту. — Думаешь, у полиции что-нибудь за ним числится? — Не знаю. — Ну, это мы проверим. — Карелло минуту размышлял. — Но вообще-то не очень похоже, что это он. Я хочу сказать, откуда бы ему стало известно, что у тебя сегодня свадьба. Он пожал плечами. — Черт, и все же это может оказаться просто шуткой какого-нибудь типа с извращенным чувством юмора. — Скорее всего, — сказал Томми, но уверенности в его голосе не было. — Где у тебя телефон? — В спальне. Карелло направился было к выходу из кухни, но у двери приостановился. — Томми, ты не будешь против, если к тебе на свадьбу придет еще несколько лишних гостей? — спросил он. — Нет, а что? — Ну, если это все-таки окажется не шуткой, мы ведь не захотим, чтобы что-нибудь стряслось с женихом, не так ли? Он усмехнулся. Когда получаешься в родственнике полицейского, то преимущество заключается в том, что он может достать телохранителей в любой момент, когда это нужно, даже в воскресенье. Воскресенье в полицейском участке — такой же рабочий день, как понедельник, вторник, ну и все прочие дни недели. И все же, если дежурство выпадает на него, считайте, что вам не повезло. Ни к комиссару, ни к капеллану, ни к мэру вас не вызовут. Остается только идти в дежурку. То же самое и на Рождество. Хотя это, конечно, еще большее невезение, если, разумеется, вам не удастся поменяться с полицейским, который Рождество не празднует. Словом, жизнь в полицейском ведомстве никогда не сходит с одной и той же, как раз и навсегда накатанной колеи. В воскресенье утром, 22 июня, на приеме жалоб в 87-м участке сидел детектив 2-го разряда Мэйр Мэйр. Под его началом была бригада из шести детективов, которая вместе с ним приняла смену в 8 утра и должна была работать до 6 вечера. За окном дул легкий ветерок, голубое небо было безоблачно, и сквозь ячейстую решетку в помещении проникал яркий солнечный свет. Такой день, как этот, дежурная комната, обшарпанная от времени, выглядела вполне уютной. Случались дни, когда температура в городе поднималась за 90 градусов по Фаренгейту, и тогда это помещение напоминало ни больше ни меньше, как огромную раскаленную духовку. Но сегодня все было иначе. Сегодня человек мог сидеть здесь спокойно и не думать о том, что штаны у него ползут вверх от пота. Сегодня человек мог печатать отчеты или отвечать на звонки, или рыться в картотеке, не рискуя растечься тут же на полу дежурки небольшой бесформенной лужицей. Мэйр Мэйр был в прекрасном расположении духа. Попихивая своей трубкой, он изучал циркуляры. Их разыскивает полиция, разложенная у него на столе, и думал о том, как хорошо жить на белом свете в июне. Боб О'Брайн, ростом шесть футов и один дюйм без обуви, и весом двести десять фунтов, протопал через всю комнату и плюхнулся на стол рядом со столом Мэйра. Мэйр понял, что это знамение судьбы, потому что если и был на свете полицейский, приносящий несчастье, то им был О'Брайн. С тех самых пор, как много лет назад ему пришлось застрелить местного мясника, человека, которого он знал, еще будучи мальчишкой, О'Брайн, казалось, постоянно попадал в переделки, где применение оружия было абсолютно необходимым. Он и не хотел тогда убивать мясника Эдди, но Эдди спятил и выбежал из своего магазина совершенно невменяемой, размахивая огромным мясницким ножом над ни в чем не повинной женщиной. О'Брайн пытался его остановить, но это было бесполезно. Эдди шиб его на тротуар и замахнулся ножом, и тогда О'Брайн, совершенно инстинктивным, выдернул свой служебный револьвер и нажал курок. Он убил Эдди с первого выстрела. И в ту ночь, придя домой, он плакал, как ребенок. С тех пор он убил еще шесть человек. Ни в одной перестрелке он не хотел применять оружие, но обстоятельства складывались таким образом, что вынуждали его. И всякий раз, когда ему приходилось убить человека, он плакал, не на людях, он плакал в душе, а такой плач болезненнее всего. Но полицейские из 87-го участка не отличались особым суеверием, но они, тем не менее, старались избегать идти в наряд с Бобом О'Брайеном. Когда рядом оказывался О'Брайн, дело обязательно кончалось стрельбой. Они не знали, почему. Разумеется, это было не по вине Боба. Он всегда самым последним из всех вытаскивал оружие и никогда не делал этого до тех пор, пока это не было абсолютно необходимо. И все же, когда рядом оказывался О'Брайн, можно было почти не сомневаться, что дело дойдет до стрельбы, а полицейские из 87-го были нормальными людьми и отнюдь не горели желанием лишний раз подставлять себя под пули. Поговаривали, что даже если О'Брайн отправится разгонять шестилеток, играющих в стеклянные шарики, то непременно каким-нибудь чудом один из этих малышей вытащит автомат и начнет разносить все вокруг. Таков уж был Боб О'Брайн, невезучий полицейский. Но, разумеется, это было чистым полицейским преувеличением, потому что О'Брайн служил в полиции уже 10 лет, 4 года из них в 87-м участке, и за все это время он застрелил только 7 человек. Хотя, если исходить из статистики, это все равно было чуточку многовато. «Как дела, мэйр?» — спросил он. «Ох, очень хорошо», — сказал мэйр. «Очень хорошо, спасибо». «Я тут думал». «О чем?» «А Мискало?» Мискало был полицейским, охранявшим канцелярию, находившуюся тут же, дальше по коридору. По правде говоря, мэйр вообще никогда не думал о нем. Он и вспоминал-то о Мискало только тогда, когда встречал его. «Так что случилось с Мискало?» — спросил он равнодушно. «Его кофе», — сказал О'Брайн. «Кофе? Он раньше делал замечательный кофе. Сказал О'Брайн с грустью. «Помню, бывало, придешь, особенно поздно, после засады или чего-нибудь в этом роде, и тебя ждет чашечка кофе, приготовленная Мискало. И веришь ли, мэйр, после нее человек чувствовал себя как король, настоящий король. У него были и крепость, и вкус, и аромат». «Ты зря теряешь время в полиции», — сказал мэйр. «Кроме шуток, Боб, тебе надо быть комментатором на телевидении. Ты мог бы делать такую рекламу кофе, что...» «Перестань, я говорю серьезно». «Извини. Так что случилось с его кофе?» «Не знаю. Просто он стал не таким, как раньше. Ты знаешь, когда это началось?» «Когда?» «Когда Мискало ранили. Помнишь ту психопатку, которая влетела сюда с начиненной тринитротолуолом бутылью и выстрелила в Мискало? Помнишь тот случай?» «Помню», — сказал мэйр. «Он очень хорошо это помнил. У него самого остались на теле шрамы в память о тех ударах, которые обрушила на него Вирджиния Додж в октябре прошлого года. Да, я помню». «Ну так вот, сразу же, как Мискало вышел из больницы, с первого же дня, как он приступил к работе, кофе стал паршивым. Теперь скажи, как ты думаешь, мэйр, отчего так произошло?» «Да, даже не знаю, Боб». «Меня эта загадка просто мучает. Человек получает пулю и вдруг перестает варить хороший кофе. Восьмое чудо света, да и только». «Почему бы тебе не спросить об этом у самого Мискало?» «Да ты что? Как я могу это сделать, мэйр? Он так гордится своим кофе. Могу я его спросить, почему это ни с того ни с сего его кофе стал невкусным? Как я могу это сделать, мэйр?» «Да, наверное, никак». «И я не могу выйти и купить себе кофе, потому что иначе он обидится». «Что я теперь должен делать, мэйр?» «Ей богу, Боб, не знаю. По-моему, у тебя комплекс. Почему бы тебе не попробовать сублимировать это?» «Чего?» «Почему бы тебе не вызвать кое-кого из свидетелей, видевших то нападение, и не попробовать выжать из них еще что-нибудь?» «Ты думаешь, я тебя разыгрываю, да?» «Разве я это сказал, Боб?» «Я тебя не разыгрываю, мэйр», – покачал головой О'Брайен. «Просто мне хочется выпить кофе, но когда я подумаю о кофе Мискелла, меня тошнит». «Выпей в таком случае воды». «В девять тридцать утра?» О'Брайен посмотрел на него с возмущением. «Как ты думаешь, может быть, позвонить на пульт Мэрчессону, попросить его купить кофе и потихоньку принести сюда?» На столе мэйра зазвонил телефон. Он снял с рычага трубку и сказал. «Восемьдесят седьмой участок, детектив Мэйр». «Мэйр, это Стив». «Привет, малыш, скучаешь по работе, да?» «Не можешь удержаться, чтобы не позвонить даже в свободный день». «Это я по твоим прекрасным голубым глазам соскучился», сказал Карелла. «Да, мои глаза всем нравятся. А я думал, твоя сестра выходит замуж сегодня». «Выходит». «Так чем я могу тебе помочь? Подкинуть деньжат на свадебный подарок?» «Не надо, мэйр. Посмотри лучше новое расписание и скажи, с кем я дежурю на этой неделе. Мне надо знать, кто еще сегодня свободен». «Тебе нужен четвертый партнер для Бриджа?» «Постой секундочку». Он открыл верхний ящик стола и вытащил планшетку с защелкой вверху, под которой был зажат листок с отпечатанным на мимиографе текстом. Он углубился в таблицу, ведя указательным пальцем вниз по странице. «Ох, жаль мне этих несчастных обормотов», сказал мэйр в трубку. «Работать с таким занудой». «Ладно, ладно, кто они?» спросил Карелло. «Клинк и Хейз». «У тебя нет под рукой их домашних телефонов». «Чего еще, изволите, сэр? Почистить ботинки? Погладить штаны? А жену мою не одолжить на субботу-воскресенье?» «А что, неплохая идея», сказал Карелло, хмыкнув. «Обожди, у тебя есть чем записать?» «Сарин телефон?» «Остав Сару в покое». «Это ты заговорил о ней». «Слушай, рогоносец, тебе нужны эти номера или нет? Мы тут работаем, нам трепаться некогда». «Валяй», сказал Карелло, и мэйр продиктовал ему телефоны. «Спасибо. Теперь я хочу попросить тебя кое о чем. Первое, попробуй навести справки о парне по имени Марти Соколин. Возможно, что у тебя ничего не получится, потому что он житель Калифорнии, а связываться с ФБР у нас нет времени. Но звякни в наше собственное бюро криминалистического учета и попроси их проверить по картотеке, не появлялся ли он в наших краях за последние несколько лет. «И самое главное, постарайся выяснить, нет ли его здесь сейчас». «Я думал, у тебя сегодня выходной», сказал мэйр устало. «Добросовестный полицейский никогда не отдыхает», сказал Карелло с чувством. «И последнее. Пришли, пожалуйста, ко мне домой патрульного забрать одну записку. Я бы хотел, чтобы ее изучили в лаборатории, и я бы хотел получить ответ как можно скорее». «Ты думаешь, у нас тут частная служба посыльных?» «Ну ладно, мэйр, отпусти вожжи. Я буду дома через полчаса примерно. Постарайся связаться со мной насчет Соколина до двенадцати дня, хорошо?» «Попробую», сказал мэйр. «Как еще ты развлекаешься в свой свободный день? Упражняешься в стрельбе из пистолета?» «До свидания, мэр», сказал Карелло. «Я должен позвонить Берту и Коттону». Коттон Хейз спал как убитый, когда в его холостяцкой квартире раздался телефонный звонок. Он смутно услышал его сквозь сон, и то скорее как отдаленное треньканье. Во время Второй мировой войны, будучи на Тихоокеанском театре военных действий, он умудрился отличиться тем, что единственный из всей команды катера проспал боевую тревогу, не услышав истошных воплей сирены. Из-за этого случая он чуть не лишился звания главного торпедиста. Но командиром судна был лейтенант, которого готовили как специалиста по радиолокаторам для дивизиона военно-морской связи, и который с большим трудом мог отличить торпеду от собственного носа. Он признавал, хотя это и несколько уязвляло его самолюбие, что настоящим командиром корабля, человеком, которого слушалась вся команда, который знал навигацию и баллистику, был на самом деле не он, а Коттон Хейз. Лейтенант, которого команда звала стариком, хотя ему было всего 25 лет, работал до армии ведущим музыкальных программ в своем родном городе Шеннегдати, штат Нью-Йорк. Единственное, чего он хотел, это вернуться живым и невредимым к своим любимым пластинкам и автомобилю с откидным верхом марки MG и своей возлюбленной Эннабел Тайлер, с которой он встречался еще в последних классах школы. Ему было начхать на правила субординации в ВМС, на правила дисциплинарных взысканий в ВМС и даже на порядок боевых действий в ВМС. Он знал, что ему надо делать свое дело, и он знал, что без абсолютной поддержки со стороны Коттона Хейза ему этого дела не сделать. Возможно, адмирал и был бы в восторге, если бы Коттона Хейза понизили в звании с главного торпедиста до торпедиста первого класса, но лейтенанту было плевать на адмирала. — Ты должен быть на чеку, — сказал он Хейзу. — Мы не можем допустить, чтобы ты проспал еще одну атаку камикадзе. — Да, сэр, — сказал Хейз. — Виноват, сэр. — Я приставлю к тебе матроса, чтобы он будил тебя всякий раз, как объявят боевую тревогу. Надеюсь, это поможет. — Да, сэр, — сказал Хейз. — Спасибо, сэр. — Но как, черт возьми, ты умудрился дрыкнуть под этой несусветный грохот, Коттон? Мы чуть не получили два прямых попадания в носовую часть. — Майк, я ничего не могу с этим поделать, — сказал Коттон. — Я сплю, как сурок. — Ладно, кто-нибудь будет отныне будить тебя, — сказал лейтенант. — И давай постараемся выбраться живыми из этой адовой заварушки, а, Коттон? — Они выжили в адовой заварушке. Коттон Хейз больше никогда не слышал о лейтенанте с тех пор, как они расстались в Лидо Бич в Италии. Он полагал, что тот вернулся к своим музыкальным передачам в Шенекдате, штат Нью-Йорк. И хотя Хейзу, вопреки всему, удавалось все-таки свести на нет попытки японских летчиков потопить их катер, его победа над Морфеем, если она и была, оказалась весьма недолговечной. Коттон Хейз по-прежнему спал, как сурок. Он объяснял это тем, что он был крупным мужчиной, шесть футов и два дюйма ростом и весом сто девяносто фунтов. А крупные мужчины, как он считал, больше нуждаются во сне. Телефон продолжал звонить. На постели произошло какое-то движение, скрипнули пружины. Хейз слегка пошевелился. Отдаленное звяканье стало теперь как будто ближе. Затем его сменил несколько неуверенный сосна голос. «Алло», — сказал голос. «Кто?» «Простите, мистер Карелло, но он спит. Вы не могли бы позвонить немного попозже?» «Кто говорит?» «Кристин Максуэлл». Голос помедлил. «Нет, я не думаю, что его нужно будить прямо сейчас. Когда он проснется, он сам вам...» Кристин снова замолчала. Коттон присел в кровати. Она стояла обнаженной, прижав к уху черную телефонную трубку. На фоне ее тело копна белокурых волос от брошенных со лба. Казалось, еще светлее. В восхищении он залюбовался ею. Тонкими пальчиками обхватывавшими телефонную трубку, плавным изгибом руки, длинным стройным телом. Брови ее сейчас были нахмурены, в голубых глазах замешательства. «Ну так», — сказала она, — «почему же вы сразу не сообщили, что вы из полиции? Одну минуту, я посмотрю. Может быть, он...» «Я не сплю», — проворчал Хейс с кровати. «Минуточку», — сказала Кристин. «Сейчас он подойдет». Она прикрыла трубку ладонью. «Это какой-то Стив Карелло. Он говорит, что он из 87-го отделения. Так оно и есть», — сказал Хейс, идя к телефону. «Это значит, что тебе придется идти сегодня на работу?» «Не знаю». «Но ты обещал провести день». «Солнышко мое, я ведь еще даже не говорил с ним». Хейс мягко взял трубку из ее рук. «Привет, Стив». Он зевнул. «Я вытащил тебя из постели?» «Да». «Занят сегодня?» «Да». «Нет желания сделать мне одолжение?» «Нет». «Тысячу раз спасибо». «Извини, Стив, но я обещал этот день девушке. Мы договаривались поехать на катере по реке Гарб». «Ты что, не можешь это поломать? Мне нужна помощь». «Если я это поломаю, леди проломит мне башку». Кристин, слушавшая разговор, энергично закивала. «Ну уж, такой здоровый, сильный парень. Можешь взять девушку с собой». «Куда взять?» «На свадьбу к моей сестре». «Я не люблю свадьб», — сказал Хейс. «Они меня нервируют». «Кто-то угрожал моему будущему зятю. Во всяком случае, это можно понять таким образом. Мне нужно в толпе несколько своих людей, на всякий случай. Что ты теперь скажешь?» «Ну», — начал Хейс. Кристин затрясла головой. «Нет, Стив, не могу, извини». «Слушай, Коттон, когда я последний раз просил тебя об одолжении?» «Ну», — начал Коттон, и Кристин снова затрясла головой. «Не могу, Стив». «Будет бесплатная выпивка», — сказал Карелла. «Нет». «Ты что, не можешь уговорить свою девушку?» «Нет». «Коттон, я прошу об одолжении». «Постой секунду», — сказал Хейс и прикрыл ладонью трубку. «Нет», — моментально сказала Кристин. «Тебя приглашают в гости», — сказал Хейс. «На свадьбу. Что ты скажешь на это?» «Я хочу поехать на прогулку. Я не ездила на речные прогулки с восемнадцати лет». «Мы поедем в следующее воскресенье, окей?» «В следующее воскресенье у тебя нет выходного?» «Хорошо. В первое же воскресенье, когда у меня будет выходной, окей?» «Нет». «Кристин, нет». «Солнышко». «А, к черту». «Ну, хорошо». «К черту», — снова сказала Кристин. «Стив», — сказал Хейс в трубку. «Мы придем». «К черту», — сказала Кристин. «Куда мы должны приехать?» «Вы можете приехать ко мне домой около двенадцати». «Разумеется. Какой у тебя адрес?» «Дартмут 837. Это в Риверхеде». «Мы будем». «Огромное спасибо, Коттон». «Пришли венок на мои похороны», — сказал Хейс и повесил трубку. Скрестив руки на груди, Кристин стояла возле телефона. Она вся дымилась от негодования. Хейс попытался обнять ее, но она быстро отстранилась. «Не прикасайтесь ко мне, мистер Хейс». «Солнышко!» «Хватит называть меня солнышком!» «Кристин, солнышко, у него неприятности». «Ты обещал мне, что мы поедем на эту прогулку. Я обо всем договорилась еще три недели назад, а теперь...» «Но тут такое дело, что я не мог уклониться. Слушай, ну так вышло. Карелла мой друг, и ему нужна помощь». «А я для тебя кто?» «Девушка, которую я люблю», — сказал Хейс и привлек ее к себе. «Разумеется», — ответила Кристин холодно. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю». Он поцеловал ее в кончик носа. «Разумеется, любишь, как же. Да я для тебя просто веселая вдова, которую ты...» «Ты очень милая вдовушка», — подцепил в книжном магазине. «В очень милом книжном магазине», — сказал Хейс и поцеловал ее в макушку. «У тебя такие приятные мягкие волосы». «И не думай, что у меня так уж никого нет на свете», — сказала Кристин, по-прежнему прикрывая скрещенными руками грудь. «Да я могла бы найти сотню мужчин, которые бы охотно поехали со мной на эту прогулку». «Я знаю», — сказал он и поцеловал ее в мочку уха. «Ты паршивец», — сказала она. «Просто так уж получилось, что я люблю тебя». «Я знаю», — он поцеловал ее в шею. «Перестань». «Почему?» «Ты знаешь, почему». «Так почему». «Перестань», — сказала она, но голос ее стал мягче, а руки не такими напряженными. «Мы ведь идем к твоему приятелю, не так ли?» «Еще не скоро, в двенадцать». Кристин помолчала. «Я очень люблю тебя», — сказала она. «И я люблю тебя». «Да уж, конечно, держу пари, что ты...» «Тише». Он нашел губами ее рот, она обвела его шею руками. Он прижался к ней, взъерошивая и путая ее густые светлые волосы. Потом снова поцеловал ее, и она уткнулась лицом в его плечо. Он сказал, «Иди, иди же ко мне». «Но твой друг, у нас же нет времени». «У нас есть еще время». «Мы ведь должны...» «У нас есть еще время». «Но разве мы не...» «Еще есть время», — сказал он ласково. Берт Клинк читал воскресные комиксы, когда раздался звонок Кореллы. Он бросил, с сожалению, последний взгляд на комикс с Диком Трейси и пошел к телефону. «Слушаю», — сказал он. «Привет, Берт, это Стив». «Хо-хо», — тут же отозвался Берт. «Занят?» «Кончай наводящие вопросы. Что случилось? Что тебе нужно?» «Не будь таким деловым. Молодым это не идет». «Я должен ехать в участок?» «Нет». «В чем тогда дело?» «Моя сестра выходит замуж сегодня. Жених получил к свадьбе подарок, который можно истолковать как угрозу или предупреждение». «Да? Почему же он не позвонит в полицию?» «Он уже позвонил мне. А теперь я звоню тебе. Есть желание пойти на свадьбу». «В котором часу?» «Можешь приехать к двенадцати». «Только я должен заехать за Клер в девять вечера. Она хочет посмотреть какой-то фильм». «Окей». «Где ты сейчас?» «Спросил Клинк». «Дома. Дартмут 837 в Риверхеде. Так ты будешь?» «Да. До встречи». «Берт? Что?» «Захвати с собой пушку». «Окей». Клинк повесил трубку и вернулся к своей газете. «Высокий блондин двадцати пяти лет. Он сейчас у себя дома, в одних трусах, казался значительно моложе. Руки и ноги у него были покрыты легким светлым пушком. Он свернулся в кресле калачиком, снова углубившись в комикс, но потом решил позвонить Клер. Он вновь прошел к телефону и набрал ее номер. «Клер», — сказал он, — это Берт. «Здравствуй, Любовь. Я иду сегодня днем на свадьбу. Не на свою собственную, надеюсь?» «Нет, сестры Стива. Хочешь пойти со мной?» «Я не могу. Я говорила тебе, что мне нужно сводить отца на кладбище». «Ах да, верно. Ну ладно, увидимся в девять в таком случае, окей?» «Хорошо. Кино идет в драйв-ине. Так ты не против?» «Прекрасно. Мы можем пообниматься, если станет скучно». «Мы можем пообниматься, даже если не будет скучно». «А что за картина?» «Да старая», — сказала Клер. «Но я думаю, что тебе понравится». «Как называется?» «Сеть», — объявила она. «Пакет из бюро криминалистического учета принесли в следственное отделение в 10.37. Мэр-мэр, по правде, не ожидал его увидеть. Шансов на то, что за этим Марти, как бы его там не звали, числилась судимость, было с самого начала очень и очень мало. Если же к этому добавить вероятность судимости именно в их городе, то надежды совсем почти не оставалось. Однако судимость за ним числилась, и судимость этого обширной картотеки бюро была зафиксирована. Сейчас фотокопия его дела лежала у мэра на столе, и он неспешно перелистывал страницы. Марти Соколин не был грабителем. По любым полицейским меркам его нельзя было даже назвать профессиональным преступником. Он просто однажды оступился. А дело его оказалось в картотеке потому, что оступился он в этом городе, приехав сюда из Калифорнии. По-видимому, стоило обратить внимание на то, что Марти Соколина списали из армии не за обморожение, как считал Томи Джорданом. Правда, комиссовали его действительно по здоровью, но отправили в психиатрическую больницу в Посадене, штат Калифорния, как больного неврастении. Мэйер Мэйер ничего не знал о предположении Томи насчет обморожения. Но он, однако, знал, что это неврастения. Это современный термин в психиатрии, эквивалентный тому, что во время Первой мировой войны называлась просто ясно – психическая контузия. Специалист, вероятно, определил бы ее как нервное расстройство или истощение, которое возникает от длительного физического или умственного перенапряжения. Мэйер же определил это для себя как сдвиг по фазе и подчеркнул в деле, что Соколина выпустили из больницы, как не представлявшего угрозы для общества летом 1956 года. Его стычка с законом произошла лишь через два года, в марте 1958-го. В то время он служил комиеважором в компании по производству красок в Сан-Франциско. Он приехал на Восток, чтобы заключить торговую сделку, и в баре в центре города разговорился у стойки с одним человеком. В какой-то момент речь зашла о войне в Корее. Незнакомец неосторожно проболтался, что его признали негодным к солдатской службе из-за незначительных шумов в сердце по статье 4Ф, чем он был немалодоволен, ибо благодаря этому сумел сделать фантастическую карьеру в своей компании, в то время как его сверстники подставляли себя под пули. Соколин отреагировал на признание собутыльника с некоторой мрачной торжественностью. Он чуть не пустил слезу. Его лучший друг, — поведал он незнакомцу, — погиб в Корее из-за того, что другой солдат не выполнил своего долга. Собеседник посочувствовал ему, но, вероятно, Соколину послышалась в его словах неискренность. И прежде чем дошло до того, что всегда происходит в таких случаях, Соколин уже осыпал его бранью и проклятиями, называя дезертиром, симулянтом и еще одним сукиным сыном, который не выполнял своего долга, когда это было нужно. Незнакомец попытался ретироваться, но Соколин все больше ожесточался, теряя контроль над собой, и, наконец, шарахнул с размаху пивную кружку об угол стойки и бросился на незадачливого собеседника, зажав в руке обломанную ручку. Он не убил ошалевшего от удивления белобилетника, но сумел таки его здорово исполосовать. Возможно, это классифицировали бы как нанесение телесных повреждений второй степени. Не скажи, Соколин, пяти слов, громко и отчетливо, в присутствии полдюжины свидетелей, околачивавшихся у стойки. Эти слова были «Я убью тебя, сукина сына». От этого пьяная драка стала рассматриваться как покушение на жизнь, за которое полагалось уже не пять, а согласно 240-й статье Уголовного кодекса, все десять лет тюремного заключения. Впрочем, Соколин отделался довольно легко. Суд учел, что он ветеран войны и что это первая судимость. Но, тем не менее, это было покушение на жизнь, и судья не мог просто так отпустить его, взяв с него штраф и отечественно погрозив пальцем. Его признали виновным и приговорили к двум годам заключения в тюрьме Каслвью на севере штата. В тюрьме он вел себя идеально и через год подал прошение об освобождении условно. Его освободили, как только комиссия получила от фирмы заявку, гарантирующую ему предоставление места. Он вышел из Каслвью два месяца назад, 3 апреля. Мэр-мэр потянул к себе телефон и набрал домашний номер Кареллы. Карелла ответил с третьего звонка. — Я получил тут кое-что на Соколина, — сказал мэр. — Патрульный за запиской не приезжал? — Был полчаса назад, — сказал Карелла. — Но сюда он еще не добрался. Так значит, ты уходишь около двенадцати? — Вообще-то около часа. — Как я смогу с тобой связаться, если у лаборатории будут какие-нибудь результаты? — Свадьба в три в церкви Святого Сердца на пересечении Гэйдж и Эш в Риверхеде. Гости приглашены на пять в дом к моей матери. Все будет происходить на открытом воздухе. — Какой там адрес? — Чарлз-авеню, 831. — Окей, так тебе нужна информация о Соколине? Давай выкладывай. Мэр доложил ему. Когда он кончил говорить, Карелла сказал. — Мда, значит, теперь он на свободе. Уехал в Калифорнию, имея гарантированную заявку с предложением работы. — Нет, Стив, я этого не говорил. — Тогда где же он? — Здесь, в городе. Заявка на него подана из нашего города. Глава третья В то погожее воскресенье в половине второго Антонио Карелла был уже готов застрелить жену, придушить сына, отривься от дочери и отменить всю свадьбу к чертовой матери. Прежде всего, свадьбу оплачивал он. Это был первый, и благодарение Богу, последний раз, когда Тони выдавал замуж дочь. Когда женился Стив, за торжество платили родители невесты. Но на этот раз все было по-другому. На этот раз раскошеливаться приходилось Тони, и он с раздражением обнаруживал, что свадьба обойдется ему по самым скромным подсчетам в половину того, что он зарабатывал за целый год в своей пекарне. Самые большие грабители работали в фирме свадьбы и торжества. Антонио даже всерьез подумывал не попросить ли Стива арестовать мошенников. В то утро они прибыли по указанному адресу на Чарльз-авеню в девять часов. Это после того, как Тони провел всю ночь, не ложась спать в пекарне, наблюдая за выпечкой утреннего хлеба. И устроили на его дворе и в саду форменный разгром. Дом Антонио Кареллы в Риверхеде был небольшой, зато участок, на котором он стоял, пожалуй, превосходил все остальные в округе, вытянувшись почти до параллельной улицы. Тони очень гордился своим участком. Его беседка, убитая виноградом, не уступала по красоте любой другой в его родном городе Марсале, в Сицилии. На участке росли даже фиговые деревья, за которыми он любовно ухаживал, подравнивая их кроны летом и укрывая зимой брезентом от холода. А теперь эти мошенники, эти бандиты, вытаптывали его газон со своими столами, нелепыми флажками и идиотскими навесами. «Луиза!» — завопил он, обращаясь к жене. «Почему во имя всего святого мы не сняли зал? Почему во имя всего святого мы должны справлять свадьбу на улице? Меня устраивал зал, тебя устраивал и сына моего устраивал, а Анжеле понадобилась свадьба на открытом воздухе, чтобы эти мошенники изрыли мне весь газон и загубили мой виноград и мои фиги. Безумие! Настоящее безумие!» «Заткнись!» — сказала Луиза Карелла ласково. «Ты поднимешь на ноги весь дом». «Весь дом и без того на ногах», — сказал он. «Весь дом — это ты, я и Анжела, а она сегодня выходит замуж и поэтому все равно не спит». «Тебя услышат рабочие», — сказала Луиза. «За те деньги, что я им плачу, они просто обязаны это слышать», — ответил Тони. «Продолжая ворчать, он слез с кровати и пошел вниз посмотреть, как устанавливают столы и сооружают беседки для жениха и невесты, помост для оркестра и танцплощадку. В конторе, как он убедился, работали люди с воображением. Они не только возводили на его дворе нечто вроде декораций к голливудскому фильму «Отец невесты», в главной роли со мной, Антонио Кареллой, — подумал он раздраженно. Но еще собирались уложить трехметровую русалку, высеченную из льда, в набитую льдом ванну, в которой будут охлаждаться бутылки шампанских для всех, кому захочется выпить. Тони молил Бога, чтобы солнце не слишком припекало. Он уже представлял себе, как эта полурыба растает в ванной и шампанское превратится в тепловатое ситро. В час приехал его сын с невесткой. Нужно сказать, что Стив был таким сыном, на которого Тони никогда не мог пожаловаться. Еще до того, как его забрали в армию, он работал ночами в пекарне, хотя днем учился в школе. Стив был таким сыном, которому можно было доверять. Он был сыном, на которого отец мог положиться. Но тут святой Дженхита Калифорнийский, даже Стив против него. Именно здесь, сегодня, когда эти грабители и свадеб, и торжеств перепахали ему весь газон, когда Анжела носится по дому, как курица без головы, когда мир Антонио Кареллы медленно рушится вокруг него, его собственный сын Стив привез в дом троих незваных гостей. Не то, чтобы Тони переживал из-за дополнительных расходов. Нет, это не имело для него никакого значения. Ну что ж, он еще поработает в своей пекарне четыре месяца и заработает эти деньги. Но теперь надо было как-то объясняться с этими придурками из фирмы по поводу того, что на свадьбе будет еще три лишних человека и что их надо рассадить за разными столами. Стив настаивал на этом. Нет, он не хочет сидеть со своими друзьями. Он хочет одного сюда, другого туда, а сам сядет там. Безумие! Собственный сын такой же сумасшедший, как все остальные. А чего стоит этот высокий, рыжий, с белой прядью над левым виском? Да он распугает всех подружек невесты в Риверхеде. Тони готов был поклясться, что видел у него под пиджаком револьвер, когда тот наклонился, чтобы завязать шнурок. Большой черный револьвер, торчащий из кобуры под мышкой. Ну ладно, то, что его сын полицейский, это неплохо. Но неужели его друзья должны приходить с оружием на мирную христианскую свадьбу? А потом накатила на Анжелу. В час пятнадцать, ровно за час сорок пять минут до свадьбы, она начала рыдать так, словно весь белый свет собрался ее насиловать. Луиза выбежала от нее, ломая в отчаяние руки. — Стив, — сказала она, — пойди к ней. Скажи ей, что все будет в порядке, прошу тебя. Иди же, иди к своей сестре. Тони проводил сына взглядом. Тот поднялся к Анжеле, но стенания, доносившиеся из окна спальни в верхнем этаже дома, не прекратились. Тони сидел со своей невесткой Теги, как она раздалась, бедняжка Теодора, и тремя чужими людьми, мистером Хейзом, мистером Клингом и мисс Максуэлл, и пил с ними вино, готовый застрелить свою жену, придушить сына, отречься от дочери и послать всю свадьбу к чертовой матери. Он пыхтел и злился, пока Теги не погладила его по руке. И тогда он вдруг улыбнулся ей, кивнул головой и, сложив руки на животе, положился на волю Божью, надеясь, что все в конечном счете обойдется, и он, Антонио Карелло, как-нибудь переживет этот день. Стоя в коридоре перед спальней Анжелы, Карелло слышал ее всхлипывание, доносившееся из-за двери. Он мягко постучал и стал ждать. «Кто там?» — спросила Анжела прерывающимся голосом. «Это я, Стив. Что тебе нужно?» «Ну, полно, комби, открой. Уходи, Стив. Меня ты не прогонишь. Я полицейский, разбирающий нарушения общественного спокойствия». Он не мог поручиться, но ему показалось, что сестра его за дверью тихонько прыснула. «Комби!» — позвал он. «Что? Мне выломать дверь?» «О, подожди минуту!» — сказала Анжела. Он услышал приближающиеся шаги. Задвижка щелкнула, но дверь не открылась. Затем шаги удалились, и на кровати под Анжелой громко скрипнули пружины. Он легонько толкнул дверь и вошел в комнату. Сестра лежала на постели, уткнув лицо в подушку. На ней была длинная белая комбинация. Пышные темные волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Комбинация немного задралась. Из-под нее была видна голубая подвязка, стягивающая нейлоновый чулок. «Одерни платье», — сказал Карелло. «Зад видно». «Это не платье», — обиженно ответила Анжела. «Это комбинация, и никто не просил тебя смотреть, куда не надо». Но комбинацию все же одернуло. Карелло присел на кровати. «Что случилось?» «Ничего не случилось», — она помолчала. «Совершенно ничего не случилось». Она вдруг присела на кровати, устремив на брата прекрасные коре глаза, в которых было что-то восточное, что-то такое, что говорило о далеких посещениях арабами Сицилии. Это поражало всякого, кто впервые видел ее лицо с широкими скулами. Лицо Кареллы, но в утонченном варианте. «Я не хочу выходить за него замуж», — сказала она. Она помолчала. «Вот что случилось». «Почему?» «Я не люблю его». «Это черт знает что», — выругался Карелло. «Стив, я не терплю, когда ругаются, ты знаешь. Я всегда это не переносила, даже когда мы были еще маленькими. А ты нарочно ругался, чтобы позлить меня. И еще я не люблю, когда ты называешь меня комби». «С комби ты сама первая начала». «Неправда», — возразила Анжела, — «это ты начал, потому что ты был вредный и испорченный». «Я говорил тебе правду», — сказал Карелло. «Это неблагородно, говорить тринадцатилетней девочке, что она еще не настоящая девушка, только потому, что она носит хлопчатобумажные комбинации». «Я помогал тебе взрослеть. Ты ведь попросила после этого маму купить тебе нейлоновую комбинацию». «Ну да, и она отказала. Все равно направление было верное». «Из-за тебя у меня появился комплекс неполноценности». «Я помогал тебе овладеть секретами женственности». «Вот дерьмо собачье», — сказала Анжела, и Карелло расхохотался. «Это не смешно. Я не пойду за него замуж. Мне ничего в нем не нравится. Такой же неотесанный хам, как и ты, только хуже. И ругается больше. И потом...» Она запнулась. «Стиви, я боюсь. Стиви, я не знаю, как быть. Я в ужасе». «Ну», — сказал он, — «ну же». И ласково привлек сестру к себе и погладил ее по волосам. «Не надо этого бояться». «Стив, он убивал людей. Ты знал об этом?» «Я тоже». «Я знаю, но...» «Сегодня ночью мы останемся одни. В одном из самых больших отелей мира. Здесь, в этом городе. А я даже не знаю человека, за которого вот-вот выйду замуж. Как я позволю? Позволю ему». «Комби, ты говорила с мамой?» «Говорила». «И что она тебе сказала?» «Она сказала, любить — это ничего не бояться». «Я передаю приблизительно», — она сказала это по-итальянски. «Она права». «Я знаю, но...» «Я не уверена, что люблю его». «Я чувствовал то же самое в день свадьбы». «Но у тебя не было всей этой шумихи с церковью». «Я знаю, но у нас был прием, а это выматывает нервы не меньше». «Стив, ты помнишь, однажды ночью...» «Мне было, по-моему, шестнадцать. Ты только пошел служить в полицию. Помнишь, я вернулась со свидания и сидела тут в комнате, пила молоко перед сном. А у тебя была, по-видимому, смена с четырех до двенадцати, потому что ты пришел следом. Ты еще посидел со мной и тоже выпил молоко. Помнишь?» «Да, помню». «И еще у старика Бернбаума горел свет. Вон в том окне напротив». Он повернулся к окну и поглядел поверх садовых деревьев туда, где стоял островерхий дом Джозефа Бернбаума, ближайшего друга и соседа отца на протяжении сорока лет. Он отчетливо помнил ту весеннюю ночь, гудение мошкары в саду, одинокий огонек, светившийся в чердачном окне у Бернбаума, тонкий желтый серп луны, висевший безучастно над крутым скатом крыши. «Я тебе рассказала о том, что со мной случилось в ту ночь», сказала Анжела. «А об этом парне, с которым я встречалась, и...» «О том, что он пытался сделать». «Да, я помню». «Я никогда не рассказывала об этом маме», сказала Анжела. «Я вообще рассказала об этом только тебе. И я спросила тебя, все ли так делают. И значит, мальчишки, с которыми я буду встречаться, будут делать то же самое. Мне было важно понять, как себя вести. Ты помнишь, что ты мне ответил?» «Да», — сказал Карелла. «Ты сказал, что я должна делать то, что мне кажется правильным. Ты сказал, что я сама пойму, что правильно». Она помолчала. «Стив, я никогда...» «Лапочка, давай я позову маму». «Нет, я хочу поговорить с тобой. Стив, я не знаю, что я должна делать сегодня ночью. Я знаю, что это ужасно глупо. Мне двадцать три года, и я должна знать, что делать. Но я не знаю, и мне страшно, что он меня разлюбит, что он будет разочарован, что он...» «Тише», — сказал он. «Ну, полно, перестань. Чего ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы ты все объяснил мне». Он посмотрел ей в глаза, взял ее руки в свои и сказал. «Я не могу этого сделать комби». «Но почему?» «Потому что ты уже не ребенок в бумажной комбинации и не юная девушка, пришедшая в смятение от своего первого поцелуя. Ты женщина, Анжела. И ни один мужчина на свете не может дать женщине инструкции, как любить. Да я и не думаю, что они тебе понадобятся, дорогая. Я действительно думаю, что они тебе не понадобятся». «Ты думаешь, что все будет в порядке?» «Я думаю, что все будет замечательно. Но я еще думаю, что тебе пора начать одеваться, иначе ты опоздаешь на свою собственную свадьбу». Анжела хмуро кивнула. «Да перестань же», — сказал он. «Ты будешь, черт возьми, самой очаровательной невестой, которую когда-либо видели в этом округе». Он крепко прижал ее к себе, поднялся и направился к двери. «А, Тедди боялась?» — спросила Анжела. «Как старший брат, я хочу дать тебе один маленький совет», — сказал Карелло. «Я не скажу тебе, была ли Тедди растеряна или смущена, или испугана, или еще что-нибудь. Я не скажу тебе, потому что брак — это тайна, Анжела, и он строится в первую очередь на доверии. И что бы ни произошло между тобой и Томми, сегодня или еще когда-нибудь, об этом будете знать только вы двое. И в этом-то одна из тягот брака, но это же и чертовски успокаивает». Он снова подошел к кровати и взял ее руки в свои. «Запомни, Анжела, тебе нечего бояться. Он любит тебя до того, что весь дрожит. Он любит тебя, солнышко. Он хороший человек. Ты правильно выбрала». «Стив, я тоже его люблю. Правда, только...» «Никаких только. Какого черта тебе нужно? Письменных гарантий, что жизнь — это сплошная малина? — Ну, так это не так. Но ты начинаешь семейную жизнь с чистой страницы, и от тебя зависит, что на ней будет написано. И главное, для начала у тебя уже есть солнышко». Он улыбнулся. «Так что ты не можешь промахнуться». «Окей», — сказала она, энергично тряхнув головой. «Будешь одеваться?» «Да?» «Хорошо». «Окей», — сказала Анжела еще более энергично. Потом после паузы добавила. «И все же я думаю, ты гнида за то, что не намекнул мне хотя бы одним словом». «Я не гнида, а любящий брат». «Стив, мне уже лучше. Спасибо». «За что? Одевайся. Твоя голубая подвязка очень тебя украшает». «Иди к черту», — отмахнулась она. И он вышел за дверь, ухмыляясь. Молодого человека звали Бен Дарси. Ему было 26 лет. У него были ярко-голубые глаза и располагающая улыбка. Длинноногий в синем спортивном костюме из ангорской шерсти. Он пересек в припрыжку газон и остановился перед верандой с внутренней стороны дома, на которой сидел Тони Карелло со своими гостями. «Здравствуйте, мистер Карелло», — поздоровался он. «У вас тут все кипит. Волнуйтесь». «Работают», — неопределенно сказал Тони, поглядев через газон на бесконечный ряд столов, белеющих свежими скатернями. «Ты рано, Бен. Банкет начинается только в пять». «Но свадьба же в три. Вы ведь не думаете, что я пропущу свадьбу Анджелы?» «Я думаю, что, похоже, она сама ее пропустит», — проворчал Тони. «Ты знаком с моей невесткой Тедди?» «По-моему, мы уже встречались раньше, миссис Карелло», — сказал он. «Тедди кивнула. У нее убийственно болела спина. Ей хотелось попросить стул с прямой спинкой, но она знала, что Тони уступил ей самое удобное и мягкое кресло на веранде, и ей не хотелось его обижать. «А это друзья моего сына», — продолжал Тони. «Мисс Максуэлл, мистер Хейс и мистер Клинк. Бен Дарси». «Зовите меня просто Бен», — сказал Бен, поднимаясь на веранду и здороваясь со всеми за руку. «Я знаком с Кареллами так давно, что уже чувствую себя членом их семьи. Я могу чем-нибудь помочь, мистер Карелло?» «Ничего не надо. Просто не мешайся под ногами». «С этими столами и остальной ерундой они меня пустят по миру». Он покачал головой в полном унынии. «Да он тут самый богатый человек на улице», — проговорил Бен, улыбаясь. «Об этом все знают». «Ну, разумеется, разумеется», — проворщал Тони. «Когда мы были детишками, он раздавал нам бесплатно булочки с черного хода своей пекарни, но потом он стал экономить, и булочки кончились. Бен пожал плечами. Нашли себе дармовую кормушку. Я не армия спасения с ее бесплатным супом», — возмутился Тони. «В один прекрасный день я подсчитал, что я раздаю детишкам, которые приходят к черному ходу, по пятьсот булочек в неделю. Еще до меня дошло, что присылают этих детишек сами родители, чтобы сосать кром Антонио Кареллы. Все, никаких булочек, абсолютно никаких. Деньги на бочку, никакого кредита в моей булочной». «Он все равно раздает булочки», — сказал Бен с теплотой. «Стоит только рассказать какую-нибудь душещипательную историю, и Тони Карелла тут же разжалобится. А если история достаточно убедительная, то он отдаст вам всю свою лавочку». «Разумеется, разумеется. Фонд Рокфеллера — это я. Занимаюсь бизнесом и спортивного интереса». Бен кивнул, посмеиваясь. Лениво растягивая слова, он спросил. «А вы, господа, тоже связаны с выпечкой хлеба?» Клинк готов уже был ответить, но взглянул сначала на Хейза. Его рыжие волосы просто пылали на солнце. С седой прядью, которая казалась еще белее на фоне этого пожара. Хейза менее, чем кого бы то ни было, можно было представить сейчас за мирным занятием булочника. Тот перехватил взгляд Клинка и улыбнулся. «Нет, мы не пекари». «Ах да, верно», — сказал Бен. «Вы ведь друзья Стива». «Да». «Значит, полицейские». «Мы? Почему?» — изумился Хейз. Он вполне правдоподобно рассмеялся. «Черт, конечно же, нет». Тедди и Кристин посмотрели на него с интересом, но ничем не выдали своего замешательства. «Мы работаем театральными агентами», — безостенчиво солгал Хейз. «Хейз и Клинк, возможно, вы о нас слышали?» «Нет, к сожалению, не слышал». «Да», — сказал Хейз. «А мисс Максуэлл одна из наших клиенток. Эта девушка, помяните мое слово, когда-нибудь станет настоящей звездой». «Правда?» — спросил Бен. «А в каком вы амплуа выступаете, мисс Максуэлл?» «Я?» — Кристин открыла рот и замолчала. «Она исполняет экзотические танцы», — пришел на помощь Хейз, и Кристин метнула на него свирепый взгляд. «Экзо... что?» — недоуменно спросил Бен. «Она исполняет танцы с раздеванием», — объяснил Хейз. «Мы тут пытались убедить мистера Кареллу, чтобы Кристин вылезла из свадебного торта, но ему эта идея не очень нравится». Тони Карелла расхохотался. На лице Бена Дарси появилась недоверчивая улыбка. «Хейз и Клинк», — повторил Хейз. «Если когда-нибудь заинтересуетесь шоу-бизнесом, позвоните нам». «Обязательно», — заверил Бен. «Но я вряд ли когда-нибудь заинтересуюсь шоу-бизнесом. Я учусь на стоматолога». «Это благородная профессия», — заметил Хейз. «Но в ней нет блеска, присущего миру зрелищ». «О, что вы, в работе стоматолога тоже много интересного», — возразил Бен. «Наверное», — ответил Хейз. «Но что сравнится с лихорадочным накалом, который охватывает вас перед премьерой?» «Ничего. Ни один бизнес нельзя подставить рядом с шоу-бизнесом». «Я думаю, что вы правы», — согласился Бен. «Но я все же рад, что изучаю стоматологию. Я буду, наверное, специализироваться на околозубных тканях со временем». Он помялся. «Вы знаете, это Анжела впервые натолкнула меня на мысль стать врачом». «Я не знал», — сказал Хейз. «О, да, я же с ней встречался». «Да что там встречался?» «Черт, я начал назначать ей свидание, когда ей было еще семнадцать лет. И, по-моему, следующие пять лет я и дневал, и ночевал у них на пороге. Разве не так, мистер Карелло?» «Да, он был настоящая пиявка», — подтвердил Тони. «Она замечательная девушка», — продолжал Бен. «Томи чертовски повезло. Таких девушек, как Анжела Карелло, еще поискать». За спиной Бена громко хлопнула дверь. Он резко обернулся. На веранде стоял Стив Карелло. Отец посмотрел на него. «У нее все в порядке». «Да, у нее все в порядке», — ответил Стив. «Девчонка», — пробормотал Тони загадочно и покачал головой. «Привет, Бен», — поздоровался Карелло. «Как ты?» «Прекрасно, спасибо. А ты?» «Ничего, так себе. Ты что-то рановато». «Пожалуй, просто вышел прогуляться, ну и дай, думаю, зайду узнаю, не нужно ли помочь. Анжела в норме». «Все прекрасно». «У Томми, кажется, тоже все окей. Лимузин уже прибыл». «О-о-о!» «Да, видел его на подъездной дорожке, когда проходил мимо». «Ясно. Тогда мне надо двигаться». Он посмотрел на часы. «Солнышко, Берт и я поедем с Томми. Ты не возражаешь?» Тедди устремила на него вопрошающий взгляд. Он научился мгновенно угадывать тончайшие оттенки переживаний на ее подвижном лице. Лишенная дара речи от рождения, она выражала чувства с помощью легкой мимики, моментально давая понять глазами и губами, что она хочет сказать. Он ожидал увидеть тень неудовольствия при своем заявлении, но, вглядываясь в ее лицо, читая на нем только замешательство, решил, что она не слышала его. Стоя сзади нее, он не дал ей прочесть по губам, что он говорил. Тогда он присел на корточке рядом со стулом жены. «Берт и я поедем в церковь в машине Томми. Ты не против?» Но и сейчас ее лицо не выразило неудовольствия. На нем по-прежнему читалось замешательство, но при этом глаза подозрительно сузились. Он тут же понял, что ему не удалось обмануть свою жену. Хотя он ничего не рассказал ей об инциденте с пауком, Тедди Карелла в своем молчаливом и беззвучном мире уже почувствовала что-то неладное. Присутствие Хейза и Клинга не было проявлением светской любезности. Они находились здесь в качестве полицейских, а не свадебных гостей. Она кивнула и потянулась к нему поцеловать его. «Увидимся в церкви», — сказал он. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Она снова кивнула. У нее по-прежнему мучительно ныла спина, Но она чутьем угадывала, что в голове у ее мужа сейчас вещи поважнее, чем тяготы беременности. И она улыбнулась ему неожиданной лучистой улыбкой. Карелла сжал ее руку. «Пошли, Берт!» — позвал он. Глава четвертая Когда Карелла и Клинг подъехали к дому Джордана, Черный Кадиллак уже стоял на подъездной аллее с глухой стороны дома. Водитель поставил машину в глубину двора, в самом конце бетонной дорожки, рядом с гаражом. Но его самого нигде не было видно. Когда они поднимались на крыльцо, Клинг сказал. «Мое мнение, Стив, что это шутка. По-моему, мы только зря здесь теряем время». «Что ж, может быть», — ответил Стив и позвонил в дверь. «Но ведь осторожность никогда не вредит, не так ли?» «Да, пожалуй. Все же у меня такое чувство, Что Коттон охотно предпочел бы быть со своей блондинкой где-нибудь в другом месте». Он сделал паузу. «Но...» «Таков шоу-бизнес». «Что?» — не понял Карелло. Но в этот момент Томми открыл дверь. «Стив, привет! Заходите. Я как раз одевался. Ты умеешь завязывать галстук с бабочкой? Я уже бьюсь полчаса и никак. Заходите». Он с любопытством посмотрел на Клинга. «Берт Клинг», — представил Карелло. «Томми Джордана, мой будущий зять. Берт со мной работает, Томми». «А, ну да. Проходите. Стив, я чувствую себя полным идиотом. Я думаю, это все же шутка». «Ну, шутка это или не шутка», — сказал Карелло. «Берт и еще один мой приятель будут присутствовать в церкви и на банкете». «Стив, я очень ценю то, что ты для меня делаешь», — замялся Томми. «Но я все обдумал и почти уверен, что это шутка. Проходите, пожалуйста, в спальню». Они проследовали за ним через весь дом. В спальне Томми взял с комода белый галстук и подал его Карелле. «Вот», — сказал он, — «попробуй, может быть, у тебя что-нибудь выйдет с этой чертовой штукой». Он встал перед Кареллой и поднял подбородок. «Я навел справки о Соколине», — проговорил Карелло, принимаясь за работу. «Да». «Я не хочу, чтобы ты сразу начал волноваться, но он сейчас в городе. В апреле вышел из тюрьмы». «О-о-о! По-прежнему считаешь, что это шутка?» «Ей-богу, даже не знаю. Ты думаешь, он способен столько лет питать ко мне злобу за то, что случилось в Корее? Или точнее, за то, что даже не...» «Ты был в Корее?» — спросил Клинг с интересом. «Да, а ты...» «Боже, в сухопутных войсках?» «Да». «Я был в частях связи», — сказал Томми. «Десятый корпус. Высадка в Инчихоне». «А я участвовал в освобождении Сеула», — сказал Клинг, — «в составе девятого корпуса». «Под командованием генерала Уокера?» «Да». «Черт, мы же сражались вместе с первым и девятым возле Сеула», — воскликнул Томми. «Боже, так мы же были друг от друга рукой подать». «Ты участвовал в наступлении на Ялу?» «Конечно». «Как тебе это нравится?» — усмехнулся Клинг Стиву. «Тесен мир, ничего не скажешь». «А теперь ты полицейский, так что ли?» «Да. А ты чем занимаешься?» «Служу в банке», — ответил Томми. «Обучаюсь банковскому делу». Он передернул плечами. «Вообще, это совсем не то, что я хотел бы». «А чего бы ты хотел?» «Я бы хотел стать бейсбольным комментатором. Я был довольно приличным ловцом, когда мы играли ребятишками. Я знаю эту игру вдоль и поперек». Спроси Джоунзи, когда он вернется. Он повернулся к Карелле. «Вы, случайно, не встретили его внизу?» «Кого?» — пробормотал Карелло. «Ну все, завязал, наконец». «Джоунзи, он будет моим дружкой на свадьбе. И к тому же это мой лучший друг. Он сошел вниз примерно полчаса назад. Сказал, что хочет подышать воздухом». «Он уже был при полном параде?» «Да». «Что-то я никого не заметил, кто был бы одет, как на свадьбу. А ты, Берт?» «Тоже». «Ну ничего, он не опоздает», — сказал Томми. «Господи, только бы он не потерял кольцо. Сколько времени, Стив?» «Два. У тебя еще час. Расслабься». «Да, но видишь ли, я должен приехать туда немного раньше и ждать у священника. По правилам, я не могу видеть невесты, пока она не подойдет к алтарю. Но твоя мать, Стив, это нечто». «Как это?» «Ты не подумай, я не жалуюсь. Из нее, наверное, выйдет отличная теща. Но когда я тут позвонил недавно, она даже не разрешила мне поговорить с Анжелой. Это уж чересчур тебе не кажется». «Она одевалась», — объяснил Карелла. «Да», — Томми просиял. «Ну и как она выглядит? Здорово, наверное». «Здорово». «Я так и знал, она волновалась». «Очень». «Я тоже. Хотите кофе?» «Нет, спасибо». «Выпить чего-нибудь?» «Нет, рассказать тебе про Соколина». «Соколина». «Соколина?» «Кто такой?» «Ах, ну да, конечно, конечно». Томми надел пиджак. «Ну все, я готов. Как я выгляжу? Я чисто выбрился?» «Чисто». «К тому времени, как мы приедем вечером в отель, мне, наверное, снова надо будет побриться. У меня быстро отрастает щетина. Вам светловолосым верт везет. Как я выгляжу? Ничего, Стив? Бабочка на месте?» «Тогда я готов. Как думаешь, мы можем уже идти? Уже ведь третий час, верно?» «Думаю, что ты должен еще кое-что сделать до ухода», — произнес Карелло. «Да? Что?» «Надеть штаны». Томми посмотрел вниз на свои волосатые ноги. «О, Боже! Хорошо, что вы здесь. Как может человек забыть то, что он делает каждый день, всю свою жизнь? О, черт!» Он скинул пиджак и снял с вешалки в шкафу черные брюки. «Так что этот Соколин?» Он отсидел год в тюрьме за драку из-за своего дружка, убитого в Корее. «Да, звучит не очень обнадеживающе. Звучит просто скверно. Могу себе представить, какие чувства он питает к тебе». Раздался стук в парадную дверь. Томми поднял голову и натянул подтяжки на плечи. «Стив, открой ты, пожалуйста. Это, наверное, Джонзи». Корелло пошел вниз и открыл парадную дверь. Парень, который стоял перед ним, был примерно возраста Томми, лет двадцати шести или двадцати семи. Темные волосы были коротко подстрижены. Серые глаза горели от возбуждения. Он был очень красив в своем смокинге и белой рубашке с накрахмаленной грудью. Увидев, что Корелло был в такой же униформе, он протянул руку и сказал. «Привет, тоже шафер». «Не-а, родственник», — сказал Корелло. Он пожал протянутую руку. «Стив Корелло, брат невесты». «Сэм Джонс, дружка жениха. Зови меня Джонзи». «Окей». «Как наш жених?» «Волнуется». «А кто не волнуется?» «Я даже пошел прогуляться, а то думал, чокнусь». Они прошли через весь дом и вошли в спальню. «Все в порядке, Томми». «Все прекрасно. Я чуть не ушел без штанов. Что ты на это скажешь?» «Нормально в твоем положении», — успокоил его Джонзи. «У тебя грязь на коленах», — сказал Томми, глядя на брюки своего шафера. «Что?» Джонзи проследил его взгляд. «О, черт, я так и знал. Я споткнулся на ступеньки, когда выходил. Проклятие». Он начал энергично счищать грязь щеткой. «Кольцо с тобой?» «Ну, проверь. Оно у меня. Все равно проверь». Джонзи перестал чистить брюки и сунул указательный палец в карман жилета. «Здесь готово к подаче. Джордана от Джонза». «Джонзи был у нас в команде подающим», — объяснил Томми. «А я принимал. Я уже, кажется, говорил вам об этом». «Джордана от Джонза», — снова повторил Джонзи. «Он чертовски здорово брал подачи». «Это ты здорово подавал», — сказал Томми, застегивая молнию на брюках. «Ну вот, теперь пиджак. Туфли на мне». Он посмотрел на ноги. «Он всегда был такой перед каждой игрой», — сказал Джонзи с улыбкой. «Я знаю этого типа с трех лет. Вы можете в это поверить?» «Нас вместе водили гулять в парк», — объяснил Томми. «Он не попал в Корею из-за того, что у него выпадениями низко. А то бы мы и там были вместе». «Такого Свинтуса еще свет не видел», — сказал Джонзи, ткнув пальцем в Томми. «Даже не зная, за что его люблю». «Те-те-те», — сказал Томми. «У нас взаимное завещание. Ты не знал об этом, Стив?» «Что ты имеешь в виду?» «Мы их оформили, когда я вернулся из армии. Составлял сын Бернбаума, а свидетелями были Бернбаум и его жена. Помнишь, Джонзи?» «Разумеется. Но теперь тебе свое лучше изменить. Через несколько часов ты станешь женатым человеком». «Да, верно», — ответил Томми. «Что ты имеешь в виду под взаимными завещаниями?» — повторил свой вопрос Карелло. «Наши завещания, они одинаковые. В случае моей смерти Джонзи получает все, что у меня есть, а в случае его смерти я получаю все, что у него есть». Джонзи пожал плечами. «Теперь тебе придется это изменить», — снова повторил он. «Но, конечно, я так и сделаю. Когда мы вернемся из свадебного путешествия? Но я никогда не жалел, что мы их составили. А ты?» «Нет, сэр». Бернбаум решил, что мы оба чокнулись, помнишь? Он еще спрашивал, почему два таких молодых человека составляют завещание. А его жена, в мир ее праху, все цокало языком, когда их подписывало. А что, кстати, стало с его сыном, юристом? Он уехал на запад, в Денвер или еще куда-то. У него там богатая практика. Бедняга Бернбаум, никого в целом городе. Томми встал на вытяжку, приготовившись к осмотру. «Штаны на мне, бабочка завязана, туфли начищены. Теперь все в порядке?» «Ты прекрасен», — улыбнулся Джоунзи. «Тогда пошли. Тьфу ты, сигареты». Он взял пачку с туалетного столика. «Кольцо у тебя?» «У меня». «Проверь еще раз». Джоунзи проверил еще раз. «Все еще на месте». «Окей, пошли. Который час?» «Двадцать минут третьего», — сказал Карелла. «Нормально. Мы приедем чуть раньше, но это ничего. Пошли». Они вышли из дома. Томми закрыл дверь на замок и повернул налево, к подъездной аллее, обсаженной высокими тополями, которые стеной отделяли его участок от соседнего дома. Они приблизились к машине с торжественностью похоронной процессии. «Где водитель?» — спросил Томми. «Я сказал ему, что он может сходить выпить кофе», — сказал Джоунзи. «Он должен был уже вернуться». «Вот он», — заметил Клинк. Они наблюдали, как водитель неторопливо идет им навстречу. Это был низенького роста мужчина в черной форменной одежде и фуражке, которой носили водители из бюро проката автомашин. «Готовы ехать?» — спросил он. «Мы-то готовы», — сказал Томми. «А вы где были?» «Ходил тут недалеко выпить кофе». Водитель взглянул на него с обидой. «Ваш приятель сказал, что можно». «Ладно, ладно, поехали», — оборвал Томми. Они сели в лимузин, и шофер начал выезжать задним ходом со двора. «Остановитесь на минуту! Что это?» Вдруг воскликнул Томми. Водитель обернулся. «Что именно?» «Вон там, на дорожке, откуда мы только что отъехали». «Я ничего не вижу». «Джоунзи, кольцо у тебя?» Джоунзи пощупал карман. «Да, у меня». «Тьфу ты, ну ладно, мне показалось, что-то блестит на бетоне. Ну ладно, тогда поехали, поехали». Дав снова задний ход, водитель вывел машину из ворот и развернулся. «Расслабься, Томми», — сказал Джоунзи. «Черт подери, я и сам хотел бы этого». Лимузин медленно ехал по улице, окаемленный с двух сторон деревьями. Солнце сияло, как желток в голубой скорлупе неба. День был прекрасен. «Вы что, не можете ехать быстрее?» нетерпеливо спросил Томми. «У нас еще уйма времени», — невозмутимо ответил водитель. Он остановился у перекрестка на вершине круглого холма, терпеливо ожидая, когда загорится зеленый свет. «Внизу сверните налево», — предупредил Томми. «Церковь с левой стороны». «Я знаю». «О, черт», — вдруг сказал Джоунзи. «Что такое?» «Сигареты. Я забыл сигареты». «У меня есть», — сказал Томми. «Мне понадобятся свои». Он открыл дверцу машины. «Пойду куплю в ловчонке. Поезжайте без меня, а то ты совсем и зайдешь в ожидании. Я спущусь пешком». Джоунзи захлопнул дверцу и направился к тротуару. «Смотри, не потеряйся», — в отчаянии заорал ему вслед Томми. «Не беспокойся, не потеряюсь». Он скрылся в лавочке на углу. «Зеленый», — сказал Томми, — «поезжайте». Водитель включил передачу и повел машину на спуск. Длинный крутой холм прорезала сверху вниз всего одна улица. Почти отвесно она врезалась далеко внизу в поперечную, которая с правой стороны кончалась тупиком и была отгорожена каменным парапетом от скалистого в зазубринах утеса. Для предупреждения аварий парапет был раскрашен в черные и желтые полосы, а в самом центре его, как раз еще одна мера предосторожности, была поставлена мигалка с крупной надписью «Тупик». С тех пор, как в этом месте начали добывать гравий, отчего и образовались скалистый утес и крутой обрыв, всего один автомобилист прошиб насквозь парапет и перелетел через скалу. Он убился насмерть. И хотя выяснилось, что он был в нетрезвом состоянии, этого случая было достаточно, чтобы появились и желто-черные полосы, и мигалка. После того, как лимузин спускался вниз к основанию холма и раскрашенному каменному парапету, он все больше и больше набирал скорость. — Там внизу крутой поворот, — предупредил Томми. — Будьте осторожны. — Мистер, я кручу баранку уже двадцать лет, — ответил водитель. — И я еще ни разу не опоздал ни на одну свадьбу и не попал ни в одну аварию. — Да, но там очень крутой обрыв. Один человек здесь убился. — Я все это знаю, не волнуйтесь. Я вас доставлю целехоньким. Вот когда поживете с женой пятнадцать лет, как я прожил, вы, может, еще пожалеете, что не попали в аварию в день свадьбы. Машина стремительно неслась к повороту у подножия холма, где с равномерными паузами вспыхивала надпись «Тупик». Сжав руль обеими руками, водитель резко повернул его влево. Раздался оглушительный треск, и автомобиль сильно тряхнуло, но машина налево не повернула. Лицо водителя исказилось в ужасе. — Боже, праведный, она не слушается руля! Глава пятая Прохожие, оказавшиеся в это время на улице, видели только автомобиль, который почему-то лишился управления. Его передние колеса вихляли в разные стороны, а сам он унесся на огромной скорости в направлении каменного парапета и зияющего за ним обрыва. Пассажиры же, сидевшие внутри, пришли в полную растерянность, поняв, что водитель по неизвестной причине ничего не может поделать с летящей в пропасть машиной. Каким-то последним отчаянным усилием он крутанул руль вправо, затем влево, тут же автоматически нажав на тормоз. Автомобиль с резким визгом развернуло и отнесло к тротуару. Задние колеса перескочили через обочину и его юзом потащило к парапету. «Держитесь!» — крикнул Карелло, и мужчины сжались в преддверии удара. К их удивлению удар оказался значительно слабее, чем они ожидали. Удивление еще более возросло, когда они поняли, что что-то им помешало врезаться в парапет с полного хода. Но когда они увидели, что это что-то оказалось фонарным столбом, они потеряли дар речи от изумления. Машина отскочила рикошетом от негнувшегося стального столба, описала еще одну невероятную дугу, пролетела вперед и опустилась, наконец, на передние колеса, остановившись, как вкопанное, когда тормоза намертво пригвоздили ее к земле. Мужчины в автомобиле молчали. Первым заговорил водитель. Он лишь произнес «Ну и ну!» Один за другим они вылезли наружу. Кроме клинга, который ударился головой о крышу, никто не пострадал. Самой машине повезло меньше. Весь ее правый бок, в том месте, где она врезалась в столб, был смят в лепешку. На тротуаре постепенно росла толпа. Сквозь нее уже прокладывал себе дорогу полицейский. Водитель Кадиллака начал объяснять ему, что произошло. Карелла подошел к стальному фонарному столбу и дружески похлопал его рукой. «Нам всем нужно встать на четвереньки и поцеловать малыша», — сказал он. «Если бы не он...» Он бросил взгляд вниз за парапет и вытер лоб. «Что, черт возьми, произошло, ты понял?» — спросил Клинг. «Не знаю», — сказал Карелла. «Пойдем». Вдвоем они подошли к водителю и патрульному, сидевшим на корточках перед машиной, и, не вмешиваясь, стали наблюдать за ними. «Точно», — сказал, наконец, водитель. «Так оно и есть». «Да», — подтвердил полицейский. «Ваше счастье, что вы врезались в столб. Один тут вообще убился насмерть. Не слыхали об этом?» «Что отказало?» — спросил Карелла. «Рулевой механизм», — ответил водитель. «Тот конец поперечной тяги, что справа лопнул. Из-за этого я и не мог справиться с машиной». «Лопнул?» «Тут, похоже, кое-что посерьезнее», — задумчиво произнес патрульный. «Что именно?» — спросил Карелла. «Похоже, что кто-то поработал здесь ножовкой». В три часа тридцать минут Томми Джордана и его шафер вышли из резницы церкви Святого Сердца и пошли к алтарю. Громким шепотом Томми уже в который раз спросил «Кольцо с тобой?» Джонзи успокоил его кивком головы. Тут же у дальнего входа в церковь показалась в сопровождении своего отца Анжела Карелла, ослепительно красивая в своем подвенечном одеянии. Ее прелестное лицо под прозрачной вуалью, казалось, застыло от страха. По одну сторону от прохода вместе с другими родственниками невесты сели Стив и Тедди Карелла. Рядом примастился Берт Клинк. По другую сторону с родственниками жениха расположились Коттон Хейс и Кристин Максуэлл. Полились звуки органа, заполнившие все огромное пространство каменной церкви до самого купола. Фотограф, который успел уже щелкнуть Анжелу, когда она выходила из машины, и еще раз, когда она поднималась по ступенькам, и еще раз, когда она вступила в проход, теперь с ловкостью гнома Юрка пробирался вперед, стараясь успеть запечатлеть тот момент, когда она подойдет к алтарю. У Томи непроизвольно дернулись руки. Заплакала Луиза Карелла. Тедди погладила свекровь по руке, но тут же сама потянулась за носовым платком и высморкалась, чтобы спрятать увлажнившиеся глаза. «Как она красива!» — прошептала Луиза. Тедди, которая почти ничего не видела, из-за слез кивнула. Радостные всхлипывания, восхищенные охи и ахи, возвестившие о царственном шествии невесты к алтарю, слились с торжественной музыкой. Сверкали вспышки магния, фотограф деловито щелкал затвором фотоаппарата. Тони Карелла, согнув в локте руку, о которой опиралась дрожащая рука его дочери, двигался по проходу со всем величием владыки, идущего на коронацию, уверенный в том, что подергивание его левого века незаметно никому из сидящих на скамейках. На самом краю первой скамьи, рядом со своей женой, сидел Стив Карелла и задумчиво покусывал губы. «Кто-то подпилил конец тяги», — думал он. «Это уже не идиотская шутка с пауком. Это кое-что посерьезнее». Анжела поднялась по ступенькам к алтарю. Томми улыбнулся ей. Она улыбнулась ему в ответ и опустила глаза под бледной вуалью. И тот, кто подпилил, прекрасно был осведомлен и об отвесном спуске и о крутом повороте. Тот, кто это сделал, по всей видимости, пилил с таким расчетом, чтобы тяга лопнула в тот момент, когда водитель попытается резко повернуть. Тони Карелла передал дочь своему без пяти минут сыну. Рука об руку, щита застыла перед священником. В церкви наступила тишина, подобающая торжественности момента. «Томми заметил на дорожке в тот момент, когда мы отъезжали что-то блестящее», — размышлял Карелла. «По-видимому, это были металлические опилки. Поперечная тяга довольно тонкая, с ножовкой с ней можно было справиться за десять минут. А Сэм Джоунс отсутствовал полчаса. И у Сэма Джоунса была на коленях брюк грязь. И никто иной, как Сэм Джоунс, дал водителю лимузина разрешение отлучиться попить кофе». Священник произнес молитву и окропил читу святой водой. С Томми градом катился пот. У Анджелы под вуалью дрожали губы. «Согласен ли ты, Томас Джордана», — произнес священник, — «взять эту женщину в законные жены и жить с ней в священных узах брака? Будешь ли ты любить, почитать ее и относиться к ней, как подобает истина верующему, в здравии и в болезни, в горе и в радости, и хранить ей супружескую верность до самой смерти?» Томми судорожно сглотнул. «Да», — сказал он, — «я согласен». «Согласен ли ты, Анджела Луиза Кареллан, взять этого человека в законные мужья и жить с ним в священных узах брака? Будешь ли ты любить, почитать и лелеять его, как подобает истина верующий, в здравии и в болезни?» «И тот же Сэм Джоунс», — продолжал думать Карелла, так, кстати, вспомнил о сигаретах и покинул автомобиль прямо перед самой аварией. «В горе и в радости, и хранить ему супружескую верность до самой смерти». «Да», — прошептала Анджела. «И опять же, в завещании Томми упомянут не кто-нибудь иной, а Сэм Джоунс — дружка и лучший друг, который получает в случае смерти Томми все, чем тот владеет. Сэм Джоунс. «Поскольку вы дали взаимное согласие вступить в брак и признали это перед Богом и перед людьми, присутствующими здесь, властью, данной мне католической церковью и законами государства, нарекаю вас отныне мужем и женой». Священник совершил над молодой читой крестные знамения. Луиза Карелла, всклипывавшая рядом с Тедди, неожиданно шепнула. «Теперь у меня еще одна замужняя дочь». И, схватив Тедди за руку, быстро и горячо ее поцеловала. Томми приподнял вуаль с лица невесты и, очень смущаясь как-то мимолетом, коснулся ее губ. Снова зазвучал орган. С улыбкой, откинув вуаль на маленькую белую корону, укрепленную у нее в волосах, Анджела взяла Томми под руку, и они направились вдвоем по проходу, а фотограф принялся запечатлевать каждый их шаг. Телефон находился в ризнице. Монахиня, которая привела Стива Кареллу сюда, придержала дверь, пропуская его внутрь. Отец Пол в облачении, которое он еще не успел снять после церемонии, протянул Карелле телефонную трубку и сказал, «Я знал, Стив, что ничем другим, как обрядом венчания, в церковь тебя не заманишь, но я не догадывался, что достаточно телефонного звонка, чтобы ты оказался в ризнице». «Две вещи, которые я никогда не обсуждаю, это политика и религия», — улыбнулся Стив. «Звонят из отделения, святой отец». «Человек по имени Мэйр Мэйр», — сказал отец Пол. «Спасибо», — поблагодарил Карелла и взял трубку из его рук. «Привет, Мэйр, это Стив». «Привет, сынок, как свадьба?» «Пока все идет ничего, брачные цепи уже надели». «Я тут навел еще кое-какие справки об этом типе, Соколине. Тебя это по-прежнему интересует?» «Более чем». «Тогда слушай, я говорил с его куратором, Соколин работает продавцом в одном из универмагов в центре города. Все это время вел себя идеально. Но две недели назад он переехал из Айсолы в Риверхед. У меня есть его адрес, Стив. Судя по карте, это в одиннадцати кварталах от дома твоего отца». Карелла задумался. «Мэйр, сделай мне, пожалуйста, еще одно одолжение». «С нами тут недавно произошел несчастный случай, От которого дурно пахнет. А формика на этого типа — временное задержание. Я бы чувствовал себя чертовски спокойнее». Он вдруг вспомнил, что находится в церкви, И смущенно покосился на отца Пола. «О чем речь? У нас тут все вроде тихо. Так что я могу заняться этим сам». «И дай мне, пожалуйста, знать, как только задержишь его. Сейчас мы все едем к фотографу, но через час я уже буду у отца. Найдешь меня там». «Ясно. Поцелуй за меня невесту. Хорошо?» «Поцелую. Спасибо еще раз, мэйр». Он повесил трубку. Отец Пол посмотрел на него. «Неприятности?» «Нет, ничего серьезного». «Мне сказали об автомобильной аварии. Весьма странное происшествие, да?» «Да». «Но все равно ничего страшного». «Нет». «Даже при том, что от этого случая, как ты выразился, дурно пахнет?» Карелла улыбнулся. «Святой отец», — сказал он. «Достаточно того, что вы заманили меня в церковь. Заполучить меня на исповедь вам не удастся». Он попрощался со священником за руку. «Церемония была очень красивой. Спасибо, святой отец». Часть автомобилей уже отъехала от церкви. Карелла направился к клингу, стоявшему рядом с Тедди. «Это был мэйр», — сказал он. «Я попросил его оформить временное задержание на Соколино. Я думаю, это разумно. А ты что скажешь?» «Пожалуй». Карелла оглянулся вокруг. «А где наш приятель Джоунзи?» «Он уехал к твоим домой». «Вот как?» «Если ты думаешь то же, что и я, не беспокойся». Коттон уехал вслед за ним. «Хорошо». Стив взял Тедди под руку. «Солнышко, у тебя такой вид, будто ты сейчас свалишься. Пойдем. Сядешь в этот замечательный кадиллак, в нем прохладно». Он распахнул перед ней дверцу. «Когда-нибудь», — сказал он, — «когда я стану комиссаром. Я подарю тебе такую игрушку в личное пользование». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...